Григорий Касаб Виталий Маркович Олег Мартыненко Василий Мацук Николай Мацук Йосиф Мишков Павел Моццо Анатолий Юнищук Василий Попирник Виктор Потапчук Андрей Саменюк Николай Саменюк Михаил Скибновский Степан Терпай Иван Трачук Иван Фельдсон Владимир Хмелевский Константин Субер Степан Чинка Анатолий Шабан Татьяна Шульга Василий Шур Суберния Шур Суберния Шур Бакалавром пастырского служения И магистром богословия Кисти Как символ достигнутой степени образования Прошу переложить Спасибо Процедура вручения дипломов Закончено Можно занять свои места Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Ты есть, ты будешь век, Будешь век, будешь век, Будешь век, будешь век. Слово для наставления предоставляется доктору служения Сергею Викторовичу Санникову. Дорогие выпускники, преподаватели, пастыри, гости, братья, сестры, все присутствующие, позвольте поздравить вас с завершением первого этапа развития богословского образования здесь, в этой местности, и пожелать особой милости от Бога и благословения от Него. Я буду читать Слово Господне, которое записано в 10 главе книги Откровения. Книга Откровения, 10 глава. Будем читать с 8 стиха и ниже. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горько в очреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед, когда же съел ее, но горько стала в очреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Голос, который я слышал, сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку». Иоанн, находясь на острове Патмос, был восхищен и имел особые откровения от Господа о том, что надлежит быть вскоре. И он записал эти откровения. И мы только что прочитали слова, которыми он описывает свои ощущения, переживания, то, что было с ним, когда он увидел ангела, который приготовился трубить. И это был уже последний ангел с последней седьмой трубой, при звуке которой должна была совершиться великая тайна Божия. Это уже конец многих событий, после тяжелых переживаний, после тяжелых потрясений, которые связаны с различными трудностями, бедствиями. И именно тогда он получил вот это откровение, что он должен подойти к этому ангелу, взять книжку и потом пророчествовать. Мне хотелось бы обратить внимание сегодня больше не на буквальное понимание, не истолковывать все события, связанные с откровением, а больше обратить внимание на прообразный смысл того, что записано в Слове Божьем. Здесь мы встречаем повеление, повеление, которое звучит так, что надо подойти, взять книжку. Речь идет о книжке. Книжка занимает центральное место в этом повествовании. Что это за книжка? Книга вообще является сегодня символом для нас. Мы, собственно, понимаем, что книга есть сосредоточение знаний. Книга – это то, что несет и передает мудрость Божию. Это, собственно, то, что отражает великое приобретение, самое великое, к которому стремились когда-то праотцы наши Адам и Ева, собственно, соблазнились именно тем, что хотели иметь знания. Знания, собственно, составляют сегодня самую большую ценность. И нематериальные объекты сегодня ценны в мире. Сегодня ценится информация. Больше всего охраняется, больше всего ценится знание. Знание, которое может изменять мир. Знание, которое может преобразовывать мир. Здесь как раз и описано, что есть некая раскрытая книжка. В этой главе речь идет именно о раскрытой книжке. Мы, собственно, живем тоже в последнее время, время, которое тревожное, время, которое наполнено ожиданиями бедствий, грядущими на Вселенную. Мы это прекрасно понимаем, видим по многим условиям и обстоятельствам, что время коротко. Действительно, как здесь выше сказано, ангел, который стоял на море и на земле, что указывает на единство мира, который представляет, собственно, всю Вселенную. Этот ангел говорит, времени больше не будет. Время очень коротко. И слава Господу, что в это последнее короткое время есть люди, которые хотят не только вкладывать свои усилия в нечто материальное, преобразовывать эту планету, но вкладывать усилия в то, чтобы познавать Слово Божие, чтобы готовиться к тому, чтобы нести Слово Божие, готовиться к тому, чтобы распространять Евангелие Царства Божьего, помогать формировать Церковь Божью. Именно это, оказывается, самое ценное. И сегодня мы живем в то время, когда эти знания открыты для нас. Мы живем в то время, когда Дух Святой действует таким образом, что открывает нам эту книгу, книгу, которую мы можем читать. Некоторые читают Библию, например, и не могут уразуметь смысла, не понимают связи, не могут представить себе, почему описано то или другое, задают очень много вопросов. Но Дух Святой сегодня способен открыть все это. И существующие системы богословского образования как раз направлены на то, чтобы открыть сердца людей к действию Святого Духа, подготовить людей к тому, чтобы они могли получать от Господа откровения. На самом деле, ни университет, ни семинария, никакая богословская школа не может дать истинное познание от Бога. Но она может помочь человеку получить это познание непосредственно от Господа. Потому что человек учится слышать, человек учится понимать голос Божий. И вот это та часть, которую стараются сделать преподаватели. Книга сегодня раскрыта. Сегодня открыта книга мировой истории. Сегодня открыта Библия. Сегодня открыта книга событий последнего времени. И для нас это небезызвестно. Мы, может быть, не понимаем некоторых деталей, но мы видим смысл, главный смысл того, что происходит, и смысл того, что мы должны делать, как последователи нашего Господа, которым открывается Духом Святым те тайны, которые сокрыты от мира. Голос, который услышал Иоанн, повелевал ему, пойди к этому ангелу и возьми книгу. Я думаю, что, может быть, Иоанн трепетал. Подойти к такому могучему ангелу, который стоит на небе и на земле, который на море стоит и охватывает собой, собственно, все, подойти к нему и взять книгу, наверное, это что-то было не очень легкое для него. Я думаю, что всегда, когда мы слышим повеление начинать учиться, когда мы слышим повеление от Господа идти в богословские школы, идти в систему образования, мы всегда испытываем некоторые неудобства и трудности, всегда есть некий страх. Но тогда, когда мы повинуемся Господу, повинуемся Его призыву, то тогда мы можем увидеть прекрасный результат, если мы действительно послушны Господу. Иоанн должен был послушать голоса, который звучал «Пойди и возьми книжку». Слава Господу, что наши выпускники прошли такой тяжелый путь. Начинали они еще много лет назад, когда услышали голос Божий, зовущий их на служение. И для этого надо было пойти, пожертвовать очень многим, для этого надо было претерпеть большие сложности в семье, жертвовать своим временем, здоровьем, силами, жертвовать финансами. Все это необходимо было делать для того, чтобы не диплом получить, не на торжественной церемонии участвовать, для того, чтобы быть готовым для служения, быть готовым к тому, чтобы слышать голос Божий и служить Ему. И как раз это то, что мы сегодня празднуем. Мы именно это отмечаем и радуемся. Иоанн, здесь описано, что он подошел к тому ангелу, могучему и крепкому, который держал книжку, и ангел, обращаясь к нему, говорит, «Вот тебе книга, бери эту книгу». Возможно, как и мы все считаем, что надо было взять книжку и читать ее. Вообще книги предназначены для чтения. Но здесь ангел говорит ему неожиданную вещь, «Бери и ешь эту книгу». Скушать надо было книгу. Я не знаю, дорогие мои выпускники, сколько книг вы съели за последние годы. Надеюсь, что много. Они были разные. Были вкусные, наверное. Были не очень вкусные. Были горькие книги. Здесь как раз описана книга, которая имеет необычное действие. Но вы тоже должны были есть книги, не просто читать книги. Многим кажется, что книги надо просто читать. На самом деле, книги надо уметь обрабатывать. Книги надо съедать. Их надо поглощать. Что значит съесть книгу? Съесть книгу – это значит воспринять ее в себя, сделать ее частью своей жизни, сделать ее частью своего организма, своего естества, как пищу, которую мы съедаем, она становится частью меня. Точно так, книга, если я ее не просто читаю глазами, если я не воспринимаю только информацию, а если я хочу действительно усвоить эту информацию, она должна стать частью моей жизни. И я очень надеюсь, что вы не только читали книги, вы их ели. И это повеление от Господа. Мы должны грызть книги. Иногда говорят, что надо грызть гранит науки. Но гранит грызть, я вот представляю себе, это очень неблагодарное занятие, очень неприятная вещь. Хлеб еще можно грызть, а вот гранит грызть – это, знаете, очень сложно. И я вам очень сочувствую, дорогие мои, потому что и я когда-то грыз, и сейчас продолжаю грызть. И вы тоже едите книги. И это занятие, которое требует больших усилий. Но вы обязаны именно так обращаться с книгами. Кстати говоря, это не только повеление. Здесь мы встречаем в книге Откровения. Если вы читаете книгу Иезекииля, то пророку тоже Господь говорит, что вот тебе свиток, вторая глава книги Иезекииля описывает, вот тебе свиток, который списан и внутри, и снаружи. И не только надо читать этот свиток, его надо было съесть, этот свиток. Это библейское представление о знаниях. Знания должны стать частью нашей жизни. И эти знания, оказывается, действуют очень своеобразно. Вот здесь Иоанн свидетельствует о себе, что когда он взял эту книжку из руки ангела и съел ее, она в устах моих была сладко, как мед. Действительно, когда мы едим по-настоящему книги, когда мы приобщаемся к знаниям, когда мы проходим курсы обучения, то это сладкая вещь. Мы с радостью, ну, я надеюсь так, что если вы со вкусом поглощаете книги, то вы с радостью обнаруживаете новый мир. Вы обнаруживаете те области, о которых не догадывались и не представляли. Вы вдруг открываете для себя Вселенную, которую Господь сотворил. Вы открываете чудесные дела Божии. Именно таким образом мы постигаем новые и новые знания, приобщаясь к ним. И тогда, когда мы это делаем, это сладкая вещь. Вы вспомните, как Иисус Христос учил своих учеников, как они воспринимали знания. Они не собирались где-то в классе, не было у Иисуса проектора, не было каких-то технических средств. Он в этом совершенно не нуждался. Он учил учеников на практике. Он учил учеников так, чтобы они повторяли, чтобы те знания, которые он им передавал, а учил-то он их, не разжевывая им информацию. Он давал загадки, давал притчи, давал истории, над которыми надо было думать и серьезно думать. И многие ученики не понимали, что он говорит, а он и не пытается объяснить. Вы должны переварить эту информацию, вы должны ее так усвоить, чтобы она стала вашей информацией, а не просто вам вложили что-то готовенькое. Именно это и есть настоящий процесс обучения, и этот процесс приносит великую сладость. Если вы распробуете, что значит обучение, я верю, что все вы за эти годы испытали эту великую сладость, несмотря на сложности, несмотря на потраченное время, несмотря на все тяжелые условия, когда от семьи надо было отрывать очень многое, несмотря на это вы пережили сладость обучения. Если вы это пережили, это незабываемо. Это уже остается на всю жизнь, и я уверен, что вы продолжите это и в дальнейшие годы. Но тогда, когда мы уже принимаем в себя эти знания, когда мы начинаем дальше пользоваться этими знаниями, оказывается, они приносят и горечь. Вообще знания – это очень опасная штука. Я всегда называю студентов группой риска. Они действительно, тогда, когда обретают знания, они находятся в состоянии, когда могут упасть, когда гораздо больше соблазнов, духовных соблазнов появляется, и не все выдерживают. Но это знание, которое может быть использовано для созидания. Это знание, которое сложно, которое часто несет горечь в себе, горечь того, что приходится возвещать слово, которое, возможно, осуждает, которое приносит не только радостные какие-то вещи, информацию. Собственно, мы, возвещая слово Божие, очень часто приносим горечь, потому что ставим людей перед выбором. Мы ставим людей перед фактом «Или быть с Богом, или, если ты не с Богом, то тебя ждет горькая, печальная участь». Таким образом, знания, оказывается, носят обоюдоострый характер. Оно проникает вовнутрь и действует не только в добром, но и действует так, что приносит горечь для жизни. Но это горечь благословенная. Это горечь, которая приводит человека в отрезвление, которая заставляет правильно смотреть на мир. Мир не сладок. Мир как раз имеет в себе и горькое, и сладкое. В таком мире мы живем. И именно такое знание мы получаем. Должна быть избирательность в знании. Должны быть очень строгие фильтры в знании. Не все мы должны, оказывается, принимать из того, что приходит к нам. И тогда, когда мы научимся это делать, то тогда наступает последняя фаза. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Тебе надлежит пророчествовать. Ты эту книжку съел не для того, чтобы лежать на диване, не для того, чтобы насытиться и просто с семьей отдыхать. Хотелось бы, может быть, и это делать, но главное назначение, которое теперь вы получили, и это необратимо. Главное назначение – идти дальше и пророчествовать. Идти и говорить людям о Христе. Идти и устраивать Церкви Божьей. Вот, собственно, выполнять дело Божье. Вот к чему это все было. Для чего была эта вся подготовка? Зачем вообще книжка существует? Зачем ее есть, эту книжку? Зачем испытывать сладость и горечь? Чтобы идти дальше. Без этого последнего момента все остальное теряет всякий смысл. Иоанн хорошо сделал, что выполнил абсолютно полностью и до конца все то, что он услышал. Мы с вами не всегда умеем полностью и до конца выполнять то, что говорит нам Господь. Знаем мы всегда намного больше, чем то, что выполняем. Но как хорошо, чтобы мы действительно научились выполнять абсолютно подробно все те указания, которые Господь дает. Если Он призывает, и сегодня, возможно, есть еще те, которые не хотят ответить на зов Господа, надо идти учиться, но если Он призывает к обучению, надо идти. Потому что это Божий призыв. И если мы идем на обучение, нам надо быть готовым к тому, что придется сложный путь проходить, придется съесть не одну книжку, придется очень много потрудиться. И это знание будет иметь разный характер. Но все это надо использовать для славы нашего Господа. Аминь. Аминь. Благодарим. Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, прежде всего нам приятно, что наш старший пастор Иван и другой пастор Виктор в этих рядах. Вы знаете, когда мы вышли, я сразу не разглядел. Мы все такие одинаковые, но служения разные. Живя в последнее время, Бог нам дает возможность жить и здесь, в этой стране, и неплохо жить, работать, расти детей, трудиться в церкви для Господа и учиться. Пусть Бог благословит и эти ряды, и эти, и нас, чтобы с большим дерзновением трудиться для Господа, потому что действительно, что последнее время. И об этом наша песня. Живем мы в последнее время, неся людям Слово Христа. Сбывается то, что обещали пророки, приходит времен полнота. Мы скиния Бога Живого, мы видим, как Божья любовь несет погибающий мистер и Слово. Господу будь приготовь, Господь глядет, Господь глядет, а облако грядет, как солнце свет его при голосе трубы. Господь глядет, а облако грядет, спасение придет со святой горы. И как дни Давида поем мы, строится скиния вновь. И жатва настала святая, Везде по беле и поля. И мы возвышаем свой голос, взывая, Тас будет с собой от твоя. Господь грядет, на облаках грядет, Как солнце свет его при голосе трубы. Господь грядет, на облаках грядет, Спасенье придет со святой горы. Мессия царь грядет к нам, 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 Господь грядет, на облаках грядет, Как солнце свет его при голосе трубы. Господь грядет, на облаках грядет, При голосе трубы. Господь грядет, на облаках грядет, Спасенье придет со святой горы. Господь грядет, на облаках грядет, Спасенье придет со святой горы. Господь грядет, на облаках грядет, Спасенье придет со святой горы. Тому ми пропонуємо більш молодого. І нам приємно, що це член і деякон місцевої церкви Благодать Сергій Коваль. Він скаже проповідь від бакалаврів. Хай Бог благословит. Шановные все присутние, дорогие брати и сестры, я витаю вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И так же от всех бакалаврёв я хочу подякувать викладачам за их работа, за знания, которые они передавали для нас. И желаю, чтобы всегда на них было помазание Святого Духа. И так же хочу побажать для всех последователей нашего Господа Иисуса Христа таке побажание из Слова Господнего и несколько думок. Ивангелие от Матвия, 11-й раздел, 28-й и 29-й вирши. Ивангелие от Матвия, 11-й раздел, 28-29. «Придите ко мне все, труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем. И найдёте покой душам вашим». Слава Господу! Слава Господу! Братья и сестры, есть много сподвижников веры, и история рассказывает нам про это. И Библия говорит, на каких можно равняться, которым можно подражать. Вокремя, апостол Павло, он говорит, подражайте мне, как я Христу. И это очень хорошо, что есть такие люди. Но самый лучший взярец для подражания – это наш Господь Иисус Христос. И Он сказал, прийдите ко мне и научитесь от меня. Иисус Христос, Он владеет знанием абсолютным. Он знает все. И одновременно Он абсолютно смиренный. Про это говорит Слово Божие. И Он сам про себя это говорит. Потому что я кроткий и смиренный духом. Знание – это величезная сила, как мы уже слышали. И я хотел бы також зачитать деколька віршев из Причтів, Соломона. Это второй раздел. С третьего віршу. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отискивать его, как сокровище, то урозумеешь страх Господень. И найдешь познание о Боге. Отже, когда мы имеем смиренное сердце, тогда эти знания, которые мы получаем, мы можем им пользоваться для того, чтобы получать страх Господний. И найти глибшее познание про Бога. Но если знание без смирения, то приводит к гордости, падению и загибелению. Поэтому Иисус Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, потому что я смиренный. Иисус знал, наперед, какое принижение ему нужно будет перенести. Он знал, какие боли, какая тяжкая будет разлука с Отцем. Но Он смирил себя. И смирение полягает в том, что Он смирил себя до смерти. И смерти Хресной. Смирение полягает в том, что Он выполнил волю Отца. Иисус Христос. Он является изразой для подражания. И мы знаем, что Он знал, когда нужно смириться и когда нужно быть твердым духом. И были такие моменты, когда Он знал, что нужно брать бич и наводить порядок в храме. Мы так же не имеем права смиряться, когда смотрим на этот свят, который раскладывается в греху и беззаконию. Мы не имеем права смиряться, когда в церквах холон и любовь. Мы не имеем права смиряться, когда люди, которые не знают Господа, и идут в пекло. Но мы, как Иисус, маем смирить себя в воле Божией. Как написано, смирить себя под крепкую руку Божию. Смирить – значит взяти Христа и покирно идти за нашим Господом Иисусом Христом. Не зваждаючи на досягнение, мы должны поважать один одного больше и отдавать по шану. Мы должны доверять, что все, что происходит с нами в нашем жизни, оно под контролем нашего Господа Иисуса Христа. Мы доверили свое жизнь в Его руки. Мы не завжди можемо зрозуміти певні процеси, которые происходят в нашем жизни, но смирение – это значит повна довера воли Божией. И то знание, что для любящих Господа все дает на добро, хай укрепить каждого из нас. И так я божаю всему нам, кто пришел до Иисуса и последовал за Ним, чтобы мы не боялись брать это и ярмо, оно любое, оно приятное и легкое. И чтобы мы продолжали учиться от Иисуса, чтобы мы принимали знания и мали смиренное сердце. Хай усех нас тому Господь благословит. Ему слава. Аминь. Аминь. Благодарю, братцы. У нас тут є ще один викладач, учитель з України, сестра Галина Степановна Самусь. Вона как раз выкладала основы музычного служения в церкви. И так, как вона выкладывает, так, естественно, и спевает, и музыкант. Сейчас нам Галя выполняет псалом. Она так скромно сегодня села в зале. КОЛЕЦ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы лишь на малое время перешли на украинский язык И официально сегодня русский Мы тоже учимся Сейчас я сюда приглашаю сказать проповедь молодого, но мудрого уже проповедника Который представляет сегодня магистров Василий Васильевич Поперник Пожалуйста, братцы Мир вам, друзья Несколько слов от нашей группы Вот для тех, кто учил нас Во-первых, фундаторы, как епископы, так и Николай Иванович, так и братья с Украины Вообще все, кто в истоках этой школы Спасибо, что вы послушались Бога И сделали то, к чему Бог вас позвал Я вот думаю, где бы учились пятьсот, семьдесят там и больше студентов И это еще не конец Если вы еще не учитесь в Валкам Двери еще, как в Царство Господне Открыты Да Да воздаст вам, братья Господь За то, что вы послушались движения Духа Божьего И среди нас, эмигрантов Которые эмигрировали сюда Бог поднял вот целую такую армию Более полтысячи людей Знаете, я вот вспоминаю Вот здесь сидит три преподавателя Которые непосредственно учили меня Вот Анатолий Иванович Я помню, он сидел за столиком И преподавал пастырское такое наставление Душепопечительство, пастыриологию Очень, ну там тысячи истин Которые мы писали Которые мы поглотали это все Но меня более всего коснулась Даже не сама информация А сердце, с которым этот человек говорил Я понял, что это не просто о пастырстве говорит А это говорит пастыр сам Который говорит от сердца Анатолий Иванович, спасибо вам Роман Павлович Соловей Он преподавал много предметов И один из них Зашла тема за историю Я поднимаю руку Кажу А скажите, а где же славяны взялись? А он так останавливает И начинает говорить Вин я копнул То я понял, что этот человек знает Что там запас мощности Моцный Я кажусь, под капотом Где что есть, да? Сергей Викторович Санников Первая его лекция Первый вечер Я заметил одну важную вещь Он много о чем говорил Семь раз Он от предмета уходил И приходил к Когда начинал Как только упоминалось слово Библия или Новый Завет Я замечал у этого человека слезы Слезы Я подошел в конце Уже вечер Все расходятся Я подошел И говорю Вот семь раз вы заговорили И семь раз вы заплакали Почему? Он говорит Как тебя зовут? Я говорю Василий Говорит Василий Я покаялся не на евангелизации Не на стадионе И даже не в церкви Один из моих друзей Дал мне Новый Завет И сказал Читай Эта книга поможет тебе И ушел Я говорит С женой Закрылся в нашей квартире И читал несколько недель И я покаялся Через чтение Нового Завета И когда он говорил это Обратно таки слезы текли Родится Честно пред Богом говорю Я ехал домой Я говорил Боже Помоги мне так любить Библию Помоги мне так любить Это твое слово Помоги Влюби мое сердце В этот священный закон Я это говорю Не для того Чтобы похвалить преподавателей Хотя и это важно Но я говорю для того Что братья То что вы делали Вы экономически Нас готовили Но более всего Ваш пример Внутренний пример Служил для нас Да воздаст вам Господь И еще один момент Хочу оставить Всем нам Хочу поздравить Всех выпускников Как бакалаврата Так и магистратуры Вот я просто Поздравляю вас Что вы Что вы пошли учиться Ведь если бы не было Такого решения Не было бы и Граджуэйшн Поэтому Моцнивые люди Да воздаст вам Господь В поддержку всех нас Хочу оставить Такой текст Апостол Павел говорит В конце своего Служения Подвигом добрым Я подвязался Течение совершил И веру сохранил А теперь готовится Мне венец правды Который даст мне Господь Праведный судья В день он И не только мне Но и всем возлюбившим Явление его 2005 год Я проверял Вот Перечитывал новости Сидел Готовился К каким-то лекциям И вот Проверял новости Что происходит Президент Украины Виктор Ющенко Выдав указ На 9 мая Свести в центр страны Всех ветеранов Великой Отечественной войны И дальше стоит Я хочу Несколько вещей Для них дать Во-первых Последней может быть В жизни Их медаль Может быть Последняя Это медаль Для них Потому что Их не так уж и много Второе Говорит Я хочу им дать Большой подарок Как президент И третье Я хочу с ними Сфотографироваться 2005 год Мой родной дядя Который воевал ВВС Вот Ему было Почти 90 На один глаз Он вообще не видел На второй глаз Чуть-чуть Ему почти 90 Он уже почти не ходит Я сижу Считаю эти Новости И думаю Зачем моего дяди Вести в Киев Ну Сфотографируется Он с президентом Да он наверное Его и не узнает Ну да и вообще Зачем ему Эти медали И там Фотография С президента Вот бы меня то Повезли Ну я бы Что там Да Полицай Мене зустрив А я бы ему Что Вы поняли Да Фотография Мене С самым Ющенком Да Сижу так Размышляю И друзья Не часто В моей жизни Так бывает Но иногда На уровне мысли Бог открывает Некие духовные Уроки Там же Находясь Читая эту новость Я начал плакать Я понял Одну духовную вещь Таких Которые пожелали Сфотографироваться С президентом И получить от него Медали Очень много Миллионы в Украине Но президент Зовет не всех А кого Воевавших Тех Которые принимали В сражении Участие Я сегодня Не говорю о физическом Вот Военных действиях Я говорю о том Что есть другая война И то что произошло Даже в этой церкви Недавно Мы смотрим Как миру Не нравится церковь Миру Не нравится святость Миру Не нравится Евангелие И против церкви Воздвигнут вал А на крепость В кольце блокады Сколько раз Сатана бросал К ее стенам Все силы ада Но дальше Мы поем Кто сказал Побеждать легко Друзья мои Настанет Другой парад Не президент Украины Но царь неба и земли Позовет на этот парад Но на этот парад Пойдут Не только желающие Но принимающие Участие В сражении Я хотел бы сказать Сегодня Мы получили дипломы Я хочу Чтобы эти дипломы Нас подтолкнули Еще дальше Бороться за это Евангелие Бороться за это Слово За церковь Бороться за истину И если мы будем Воевать против тьмы И зла Однажды и нас Позовут в небеса И не руки Ющенко Но руки царя Царей Нам дадут Награду И так бы хотелось Не просто со стороны По новостям Читать Как кому-то В небесах Дают награду Хотелось бы подойти В смирении Склониться И от рук его Получить то Ради чего мы жили И так Подытоживая мой рассказ Я хотел бы Чтобы мы прожили жизнь Уподобляясь Павлу Который сказал Я подвязался Добрым подвигом А теперь А теперь мне готовится Венец Да поможет нам Братья Бог Вот все Которые сегодня в мантиях Не только эти мантии иметь И не только дипломы иметь Но дойти до конца И чтобы в небесах Мы вступили На золотую улицу На центре вселенной И прошли там шеренгами И царь царей Для нас дал награду Помоги мне И вам Господь Аминь Аминь Благодарим Спасибо брат Василий Группа, братья Спойте какой-то псалом В характер Вот по теме Слова брата Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому